Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, дорогие друзья! Дуганоферди, кашкентай профессор Бахдар Ламаса. В сегодняшнем выпуске нашей программы мы узнаем Кинематограф-то, кэм ойлап шагарган. Кто был первый казак-филммейкер? Почему Николу Теслу прозвали повелителем молнии и человеком, придумавшим 20 век? Я также расскажу вам о шесть старых планов на нашем планете. Они были вместе с нами за миллионами. А у иенди, матор! Кат! Субтитры создавал DimaTorzok Кинематографом, что в переводе с греческого означает «запись движения», принято считать человеческую деятельность, связанную с производством кинофильмов и показам их зрителю. Кинематограф он ярден бирт-туре, он он тунду с кинотасеробов табу лады. А началось все 22 марта 1895 года в Париже, когда братья Лумьер впервые продемонстрировали изобретенный имя аппарат – синематограф. Лумьер впервые продемонстрировали изобретенный имя аппарат – синематограф. Лумьер впервые продемонстрировали изобретенный имя аппарат – синематограф. Лумьер впервые продемонстрировали изобретенное имя аппараты. Саллизарский вокзал, Фарис! Если не нужно, прекратите твою бедньайну! Что это делать? Куда вы двигаете? Это совсем не страшно! Это совсем не страшно! Диана, совсем не страшно! This date is considered the official birthday of Motion Pictures as an art form. Then, the short films of Lumiere were shown in all the cities of the world, and the cinematographer began its triumphant journey on our planet. The found resonance was unparalleled, and the brothers managed to turn it into a commercial success as well. Lumiere Aghaindar Brassener Tappkash Tardelozop, Dunyejusenye Tanumabolde, Aghaindelardam Kalupkoyandar, Chrono-fotographed by the French physiologist Etienne Jules-Marie, Zoproxsino-scope, American Edward Maybridge, and the author of Emile Reynaud by the optical theater. But, of course, the most important part was with Thomas Alvay Edison. Именно он является вторым сильнейшим претендентом на пальму первенства в изобретении кино. The dynamic evolution of motion pictures generated multitudes of genres and sub-genres. Эпоха немого кино сменилась эрой звука. Черное-белое изображение стало цветным и объемным, а возникший в начале 21 века цифровой кинематограф даже перестал использовывать кинопленку при создании фильмов. Музыка 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 In many countries the filmmaking has become an important segment of national economy. Общепризнанной мировой кинодержавой считается США, но и другие государства уделяют кинематографу пристальное внимание. Музыка Музыка Казахстан В 1984 казахфильм студии поздоровался Шакен Айманов. Шакен Айманов вошел в историю как первый казахский кинорежиссер В этом году 50 казахских фильмов селебрировали их аниверситет. В этом году Шакен Айманов последний мастер-пись «Конец Атамана» о «The Chieftain's Doom». Идите к дверям. Мы поздравляем наших кинематографистов, желаем им творческих и коммерческих успехов и с нетерпением ждем новых ярких кинолент казахстанского производства. Электрисыз мүмкін емес. Осы күнгі адамның өмірі электрисыз мүмкін емес. Табиғы және физикалық жағынан электрік құбылысы ертеден белгілі. Ал оның тәжіребелік және өнеркәсіптік қолдануы 19-шы ғасырда ғана бастауды. Найзағайлар әміншісінің өмір баяны көптеген аңыз бен сырларға ұлықтылы. Телепортация құбылысы мен тәжіребелерін және өлім сәуінелерін жасаған ол деп санауып жүр. Және еркінгі унің бір, е Potter eyeball көп екімен ұлғаны қыбылысы мен ұймен әкеtsен жасаған қысдарға өлі үжінің қуғаюнің жасын беретін бұны. Электрический ток в наших розетках, теле- и радиовещании, беспроводная связь и даже глобальная сеть интернета стали возможны благодаря исследованиям этого великого ученого. А его теория эфира, сводящаяся к получению бесплатного электричества из воздуха, и по сей день остается предметом о жесточенных спорах в мировых научных кругах. Никола Тесла австро-венгриялых империяның құрамында болған, Лика Аймағының тауауында, 1860-шы жылы, оныншы жылдеде дүниеге келген. Оның отбасы православиелік серпдің қызметшісі болған. Университетские профессора сочли эту идею сумасбродством и бредом, но этот отрицательный вердикт лишь подстегнул изобретателя, и уже в 1882 году им была построена действующая модель. Тесла Америкада атақты болды. Асересе, Ниагарасу қуамасына сауынған гидростанциясы оның генераторларын қолданған. Соу ақыттағы ең үрі судың ағыз күшін электр қуатыны дүруге пайдаланатын станция Тесла генераторларын қойып, оның данқын артырды. Там, находясь на высоте 2000 метров над уровнем моря, он занялся изучением грозовых разрядов и установлением наличия электрического заряда Земли. Гром от высвобождаемой энергии можно было услышать за 15 миль. Люди, идущие по улицам, были поражены, наблюдая искры, скачущие между их ногами и землей. Харнесет, хорсес, ресифт, электрик шокс, фрузы, зэр, метал, хоршус. Тіпті жандыктерге де зақым келді. Байғылскобеліктер электрленіп, шыр айналып қанаттарынан әлмажарығының көксөлелері сорғала бақты. Великий ученый омер в 1943 году, не оставив после себя записей, немников и результатов исследований. Энергияны сымсыз жеткізу саласындағы оның жан-жақты зерттеулері қаншалықты ауды болғаны бүгін бізге түсінікті. Just imagine how wonderful was his idea and how much the world would have changed. Чего стоит, например, возможность отказаться от использования двигателя в нутриневозгаране, в автотранспорте. Осы күнгі қалалардағы экологиялық келелі мәселе лердым көбен мүмкін, ше, ше еріеде. However, мистерис оф ғырайты қырайты 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 қақты қырайты 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 қырайты. себе внимания человека. The average lifespan of hewn pine, Логоростопус франкеллини, is about 3,000 years, but in West Tasmania was found another type of pine trees, whose lifespan was estimated as 9,000 years. Американин махавиша даласында, креозиттеде паталат на талшилыгы, он бирмым жылдан астам, езенен езе, кобееб жир. The oak shop versus palmeri is 23 meters wide and plants itself since the end of the ice age. Lifespan of the species is 15,000 years. Кустарник-долгожитель Ломатия-Тасманика обнаружен в тасманийских джунглях. Произрастает там уже около 43,000 лет. Табиға табасқа чердеке здесь пейтіндықтен, бұл асымдық жоқ бұл баражат бұл өз 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 травы посидония океаника это растение занимает около 40 квадратных километров и существует на земле уже более 100 тысяч лет а у буганге ос до новых встреч в эфире сию next time